Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Аккумуляторщик. Сегодня у нас на обзоре такое вот автоматическое интеллектуальное зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей бренда Автоэксперт, модель BC44. Моделей у данного бренда довольно-таки много, сам бренд не первый день на рынке. Ну и давайте начнем, наверное, вот с этой модели. Также будет еще в дальнейшем обзор на несколько других версий зарядных устройств. Начнем, как обычно, с комплектации. В комплекте само зарядное устройство, такая вот информационная коробочка, на которой указано, что 4 А максимальный ток позволяет заряжать батареи всех типов, но свинцово-кислотные только на 12 Вольт. Здесь вот такая вот маркировочка у нас, что 4 А в принципе достаточно для батарей до 120 Ач. 150 как бы уже так сомнительно. Медленная зарядка вообще рекомендуется 10% от емкости, но ничего нет плохого заряжать маленьким током. Аккумуляторы большей емкости просто процесс занимает больше времени. Также указан класс защиты IP65, пылевлагозащита устройства. Это хорошо. Дальше такая вот инструкция. Инструкция только на русском языке. Все подробно расписано, показано, тут какие этапы и так далее. Ну, к ней мы, конечно же, чуть попозже вернемся. Ну и само зарядное устройство. Выглядит в стандартном таком вот виде для интеллектуальных зарядных устройств. В виде такого кирпичика сразу виднеется. Вот здесь вот зеленая резиновая прокладка, которая говорит о том, что пылевлагозащита здесь имеется. И это позволяет проводить зарядку батареи, в том числе, например, на катерах. То есть устройство не боится брызг, каких-то капелек дождей, пыли и прочих-прочих моментов. То есть можно его оставить на улице. Здесь вот имеется такой крючочек, там можно подвесить и заряжать, например, прямо на автомобиле. Хотя для автомобиля рекомендуется отключить клемму, а еще лучше снять аккумуляторную батарею с автомобиля. Слева торца у нас выходят провода для подключения к аккумуляторной батарее. Значит, один, второй, два штуки с сечением 0.75. Провод довольно-таки длинный, то есть позволяет заряжать на большом расстоянии. То есть можно устройство зафиксировать где-то на стене, в гараже, там еще где-то и так далее. Справа торца выходит кабель питания, тоже не коротенький. Такая штепсельная вилка, уникальная, подходит к любому типу розеток. Здесь у нас кнопочка MOD, она же является единственным органом управления и монохромный дисплей с диодной подсветкой. На тыльной части у нас здесь серийный номер, основная техническая информация. И вот что позволяет заряжать свинцовые батареи, гель AGM номиналом на 12 вольт. Что по ГОСТу, что и по инструкции. Необходимо вначале подключить плюсовой крокодил к батарее, потом минусовой, то есть красный-черный. И уже после этого включать устройство в розетку. Но мы просто подключим в розетку, посмотрим, что у нас тут по меню, какая индикация есть. Но после этого уже подключим к батарее. Преимущественно имеется в наличии три режима. Это мотоцикл, машинка и снежинка. Что они из себя представляют? То есть мотоцикл, судя по инструкции, это дает максимально 2 Ампера. Из 4 возможных поддерживает напряжение 14С. Машинка это для зарядки более емких аккумуляторных батарей. 4 Ампера уже дает, то есть максимальный ток. Напряжение держит 14,7 Вольт. И снежинка. Снежинка вообще, по идее, заряд идет также 4 Амперами максимально. Но уже чуть больше напряжением. Это когда батарея холодная. Здесь у нас указывается актуальное напряжение. Также на дисплее есть дополнительные моменты. То есть это индикация батареи вот в этой части. То есть по мере зарядки там она мигает. Или когда батарея зарядилась, уже просто иконка полная и стоит. И также там неправильное подключение. Давайте проверим защиту, как у нас установлено и как у нас работает. Защита от замыкания есть? Нет. Сейчас подождем, когда у нас дисплейчик потухнет. Все потухло. Короткое замыкание. Опасно. Подключаем. Да, вот обратите внимание. Мигает треугольник. Что что-то не так. Что-то не так. Внимание перепроверки. Защита от дурака одна есть. Берем мы батарею и подключаем неправильно. Например, вот мы взяли с вами мотобатарею. Подключили случайно наоборот. То есть переполюсовка. Также у нас мигает индикация. Заряд не идет. То есть в этом плане защита от дурака. Все на месте и все работают. Проверим максимальную силу тока, которая дает у нас устройство на аккумуляторную батарею. Подключаем строго по инструкции. Подключили. Я для примера взял варту. У нее замыкание. То есть напряжение 10,5. Для того, чтобы достигнуть заявленного. Вот этого номинального устройства. Естественно будет давать максимальную силу тока. Как мы видим 2 ампера. Токовые клещики у нас показывают в режиме мотоцикл. Давайте на горячую сразу переключаем. Режим автомобиль. 4 ампера заявленные. Да и режим снежинка. Также 3,99. 4 ампера. То есть все что заявлено, то устройство соответственно и выдает по силе тока. А для того, чтобы проверить напряжение, возьмем уже полностью заряженную батарею. Для проверки напряжения мы возьмем такую вот практически заряженную аккумуляторную батарею. Сбросили мы при помощи нагрузочной вилки лишнее напряжение. То есть устройство у нас должно немножко позаряжать. И соответственно отключиться. А мы как раз таки зафиксируем с вами напряжение заряда. Выберем вначале режим мото, потому что, во-первых, это мото батарея. А во-вторых, он идет по порядку первой. Как мы видим, напряжение у нас ступенчато вот таким вот образом поднимается. На данный момент оно уже 13,72 и пределом должно быть напряжение 14,7 вольт. Сейчас подождем, посмотрим, пока замерим, какую у нас силу тока дает наше устройство. Дает максимально 2 ампера на данный момент. То есть 2 ампера и вот так вот растет. И если мы сейчас переключим на режим машинка, то напряжение будет расти, конечно, интенсивнее. Но вот вначале включается другая ступень заряда, как мы видим, да, по напряжению. Что происходит такая некая десульфатация. И вот, как мы видим, сейчас уже напряжение у нас установилось. И сейчас, видимо, заряд идет уже просто не импульсами, а просто, да, вот 1,3 показывают клещики наши токовые. И вот сейчас напряжение будет по чуть-чуть расти. В инструкции этот этап называется как номер 2. И он как раз таки вот идет вот определенными такими импульсами, которые мы с вами зафиксировали. Сейчас у нас идет следующий этап, как мы видим, у нас напряжение просто растет, как это было вот в режиме мото. Пока у нас идет набор номинального напряжения, давайте посмотрим, что у нас написано в инструкции насчет этапов зарядки. Первый этап это диагностика. Если батарея глубоко разряжена, то есть напряжение от 4 до 7,5 вольт, то восстановление батареи идет малым импульсным током 0,2-0,5 ампера до достижения 7,5 вольт. Вот видите, если напряжение на батарее выше 7,5 вольт, зарядка проводится импульсами 2 ампера. Как раз таки то, что мы с вами и видели. Я зафиксировал это токовыми клещиками и соответственно на графике напряжения были видны вот как раз таки вот эти импульсы. Дальше идет зарядка постоянным током, то есть это в режиме мото 2 ампера, в режиме обыкновенном автомобильном это 4 ампера максимальным током. И вот зарядный ток уменьшается, то есть идет абсорбация заряда при напряжении 14,7 вольт, достигается практически 100% заряд. Пятый этап. Остановка заряда на 3 минуты и определение напряжения, то есть если оно там начинает сильно проваливаться, устройство включается и заряжает. И дальше непрерывная подзарядка. Зарядка током 1 ампер до напряжения 15 вольт максимально в течение 3 часов. И после этого эксплуатационная подзарядка, поддержание батареи. Зарядное устройство контролирует напряжение батареи, выдает импульсы тока 2 ампера для поддерживания полной заряженности батареи. Ну и вот как мы видим устройство у нас до 14,6 вольт поддерживало напряжение, то есть оно выросло и после этого как мы видим оно отключилось. Так, у нас началась следующая ступень, да, то есть как мы видим устройство отрабатывает и пошли вот эти опять пульсации, при том что на устройстве надпись full. То есть устройство говорит все батарея заряжена, но тем не менее продолжает соответственно пульсации. Давайте перейдем в режим снежинка и посмотрим что у нас здесь по напряжению. 15,38 было напряжение на батарее и после этого устройство отключилось. То есть в зимнем режиме все-таки не 14,7, а больше это в принципе логично, потому что зимний режим для этого и зимний, чтобы заряд был повышенным напряжением, потому что холодная батарея заряжается хуже чем теплая. Ну и вот в режиме снежинки батарея устройство у нас показывает full и как мы видим вот оно пошли эти ступеньки поддержания соответственно заряженность. Итоги, все тесты эксперименты вы видели самостоятельно, свой вывод сделайте, напишите его вниз в комментарии, что касаемо по мне. Если вы например не хотите разбираться в этих вольтах, амперах, вот в этом вот всем, чтобы там выставлять вручную и вам нужно там супер простое устройство, это как раз таки одно из таких. Подключили к батарее, воткнули в розетку, выбрали там один из трех режимов, поставили заряжаться. Здесь три простеньких режима, да, то есть это мото, заряд 2 ампера, это значит авто снежинка 4 ампера, максимальный ток и там по напряжению зимний режим чуть-чуть побольше напряжения дает. Есть вот эти вот импульсы, вот эти вот качели, даже после того как батарея заряжена, соответственно поддерживаются вот эти вот скачки. Наличие пыли и влагозащиты дает определенные дополнительные возможности, то есть это зарядка например яхтенных аккумуляторов, ну я не имею ввиду очень больших яхт, ну катерков, да, то есть не боится брызг, не боится пыли там и прочих-прочих вот этих моментов. Можно заряжать на улице, если там какие-то у вас машинки там и прочие электрогаджеты, у которых есть свинцово-кислотные батареи. Также можно заряжать прямо на автомобиле, вот за петельку подвесили на капот, капот открыли, соответственно заряжаете. Здесь как бы проблем таких нету, вот она, стык здесь проложен резиновой такой вот прокладкой, поэтому попасть туда не должно, она заявлена IP65. Если вам нужно зарядное устройство там например чтоб 6-12 вольт там или силой только больше, чтобы заряжать большие емкие батареи, то надо присмотреться просто другим моделям. То что думает пишите вниз в комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok